всем привет дорогие друзья что выпьем закусим по делах наших скорбных покалякаем как говорил горбатый посмотрел второй раз матч до пересмотрел спокойно уже без нервика вчерашнюю игру спартак зенит ну собственно говоря мнение изменилось уже так просто более-менее спокойно можно порассуждать и самое главное конечно вывод то что я написал никто там не обратил внимание что которые пишут про гол там вот это все друзья есть правила игры футбола откройте правила игры футбол они одинаковые они приняты в англии в 1863 году с тех пор они там изменялись там несколько раз есть но существенно и произошло изменение таких глобальных да вот после того как судья свисток просвистел свисток все действия приостанавливаются судья просвистел уже был гол не был гол все с момента свистка все приостановки и даже если был или не был гол конечно никак не может быть засчитан это правило игры футбол друзья посмотрите там даже если вам лень смотреть правила игры футбол есть там этот бобров спорт экспрессов и дотов и в наш ведущий консультант николаев то все правило игры футбол все свисток играть какой гол было не было там не важно хотя можно конечно отметить что от жопы сперва в штангу и ворота коля рассказывал никого не убил не предал помните фильм добро пожаловать или посторонним в хостов спрещено а че ты тут делаете то мне это напоминает мальчика с очком такой же дебил дегенерат ну как говорится обсудили но все равно это говорит как ссать против ветра потому что и вчера в комментах опять 50 60 100 человек уебков блять и дегенератов напишут что гол там он пенальти блять вот потом пенальти опять написали капитан шоколадный глаз вбежал до штрафной раньше опять смотрим правила игры футбол пенальти не перебивается назначается свободный удар и продолжается игра все в общем нагнули со всех сторон и конечно и пенальти там не было ну собственно это было ясно когда косоглазово иванова поставили навар да еще я писал еще до матча извините посмотрите что она обязательно что-нибудь придумает там вот ну конечно придумал но кукуян конечно не пошел там смотреть ничего он должен был обязан посмотреть потому что он тоже кукуяна тоже ходит судить тоже делает то что говорит пиздюков хачатурянс там все там миллер понимаете понятно там он 50 на 50 судья там вот и все все было предрешено все было ясно конечно никто бы не дал спартаку выиграть даже в таком полу товарищеском матче ну плюс когда забивал гол соболев они посмотрели опять этот косоглазый иванов ну там уже не знаю каким образом кукуян хватило у него там чего-то нынжане пробил я был уверен что отменит гол то что нарушение хрусевича где было просто стык так она была там за 20-30 секунд до того как атака и вообще не влияла там никаким не последним пасом и то он смотрел то есть вот понимаете так что все как раз но то что там селихов ну пенальти били спартаку сколько-то сегодня 8 пенальти или 9 все были забить ну там селихов не поймал такой зато он там с лестерами слеги помошел за это как говорится ясно было что этот мостовой сразу забьет пенальти вот и не буду давать перебить даже и там свободно и когда капитан шоколадный глаз и в общем два раза правила игры футбол нарушена самым грубым образом и там подавать протесты это там как стать против ветра а то что сумочка высказала сейчас так это еще там еще в химках прибьют потому что в химках мы без моза со играем 4 карты и без соболева 8 карт ну понятно вместо соболева там николсон выйдет а вместо моза со карсен который живет на крыше там финалу кубка и так далее ну вот так друзья в общем собственно в принципе ничего больше о матче нового сказать первый тайм был ужасный так возили тачку команда метели мало нарушений мало единоборств такой полутоварищеский матч но втором спартак оживился так сыграл ну лучше должен был выигрывать конечно если бы не вот это придуманный пенальти но тоже не обратите как зенит играл вот эти их не абразицы карлос альбертом алькольм и вот этот вот третий калугини да они тачку военные полу ходили по поле настолько все равно было вот и у вас уверяюсь это был конечно матч официальный что-то зенит конечно зенит бы выиграл крупное даже не сомневаюсь вот и они так в пол ноги сыграли им особо там и потом после этого говорить вот там спартак на равных там сельдерей чем все это зениту ничего не нужно было поверьте мне если было нужно они бы и без и без кукуян и без косоглазого ублюдка иванова выиграли просто не сильнее на голову даже с таким состав все так не может спартак с ними конкурировать вот вот как-то так дорогие друзья хотя можно конечно великолепный матч провел там по несколько человек обыгрывал можно сказать ведь когда он хочет играть вам все может но он то хочет то не хочет непонятно он конечно он и в рпл и он даже может сильнее этих бразильцев те трех он конечно очень сильный игрок сейчас легко в днике в пл опять заиграла там сериале лига 1 или в испании где угодно да из нормальных команды серьезных могут даже в англии могут быть топ-5 наверно вернуться куда-нибудь там погоду бы не испортил ну вот так кто играет то не играть то что химка без него может там с динамо что-то придумать хотя есть так немножко рефрианом вернусь к финалу но вернусь в будущее финалу кубку с динамо друзья там говорит дед-то там это специально я на полном серьезе я не верю понимаете не верю вот уже я слышал что сказал скипажкин да что значит мы почтим память вдовы умершего яшина посвятим ей победу в кубке там все ясно уже эти комитетские генералы в погонах мусорские генералы банк который там у него какой-то тех путаю банки неважно какой там который имеет выход туда за стену все все один все там решено будет одним на у нас же кукол ты сумочка и братец а2 вообще клуб брошен на произвол там никого нет то блять кто там обмудок зеленов пола умный трах понимаете ничего там нету вот конечно мусора выигрывают там поставить нужно даже если будет какой-то нормальный судья там гипотетически я не знаю какой там карасёв там безбородов еще кто-то этот еще какой-нибудь судья там вот более-менее все равно какая-то команда будет технично где-то не так явно раз карточку раз какую-нибудь в первом тайме так ну нарушение то было да откидка ну желтые откидка просто а потом в раздень штрафной опять нарушение тоже которое такое то что а две желтые ты чё и обе по делу раз красные всего до свидания и спартак с 30 минуты там в девятером пенальти все они сомневаются что мусора выигрывают просто не дадут спартаку выиграть понимаете и там пишут нам в столетие нам в столетие срали все на столетие это придуманное на кукол да на сумочку никто там ничего не даст никакой ни пиздюков ни хачатурянс никто там никак никто там ничего это не поддержит потому что за мусорами силы там власти и комитет контора там и все дела понимаете на то что они якобы формально не принадлежат все равно принадлежат все мы знаем там банк там или все вот так вот так что никаких иллюзий не питайте никаких там титулов выигрыши ничего вот вас окунули мордой об стол зенитом показали даже ничего не значима и то они подстраховали с этим ивановым чтобы даже не дать какой надежды спартаку и вот это уже из года в год из матча в матч посмотрите ни одного нормального матча зенитом постоянные скандалы придуманные пенальти ворота спартака удаление то есть даже когда помните это 7-1 то там пенальти придумали пятый которого не было для чего там что там надо там удаление этого куфре неважно понимаете друзья даже головы не дают поднять и так и будет всегда вот пока там шейх не придут или нормальный владелец какой-то вот ну что куколдовщина понимаете куколдовщина вот а куколды которых на боссаных диванах вот эти сидят куколды которых там огромное количество да кто будет с спартакомки у нас как торпеда вот да или вот это говорит сумочка правильно такие вот у ебки блять или которые в ленту пишут что гол все равно гол то был все равно вот которые даже правила игры в футбол не знаю который сейчас по-прежнему будут в ленту гадить конечно банить буду всех вот так вот друзья ну и матч там такое там пишут ну что там до прутцев нормально третий матч подряд уже нормально играет вроде ничего по нему посмотрим как как будет в виде мартинс оказывается карточки обнуляется кубковый перед значит маркинс будет ну то что у мяров поправиться там не надо там у мярова он он как крал матч играет 4 проваливает тем более после травмы зобнин там пусть сидит не знаю пусть прутцев там зубнин маркинс там лишь бы с химками никто травма не получилось принципе состав есть и есть люди которые могут даже без 2-0 он ничего решает у нас вся игра даже зенитом построена на принципе кинь что-то придумать и видит этот пас мозоса или промеса и соболев что-нибудь но соболев тоже нормально хороший гол забил да соболев может придумать промес мозос там никоса но с натяжкой маркинс вот на это рассчитана игры нет никакой ну там пытаются в быстрые контратаки убегать а у динамо худо беда динамо сейчас там после 5-2 с крыльями ожило там видите с локомотивом 3-3 там вот шварц оживил их конечно конечно у них на строй там бешеный будет и говорить что динамо слабое там с хуёв ли карла но слабый феди хохлома смолов там макаров захарян тюкавин там шимансики там не знаю говорят что вот если будет шунин стоять он как максименко только раз он в финале максименко поставить он же идет 2-0 очкастый аферист понимаете он на кубок ротацию ротацию на кубок он поставить посмотрите щекастого максименко который привезет полную как он в сериях он не поставит так что это нивелируется шунин там у них но что спартака ничего там не дальних ударов вот такие рассчитывали все на там баку опять там заменит или не поставить последний макбаки за спартак будет я уже много раз говорю что с бакой до свидания все он ушел как свободный агент я не знаю в какой клуб правда там ну у него масса предложений локомотиве динамо у него предложение цска зенит краснодару самый жирный зенит и 2 еще из зарубежных клубов но не из европы так что с бакой прощайтесь как свободный агент уходит вот схемками не знаю поставит или нет или динамо ну вот так ребят так что никаких хороших добрых вестей очередное убийство прибитие команды которые в десятом месте который вообще никому не мешает полу товарищеском матче зенитом также в кубке приведут а то что как схемками сыграть вообще до фонаря там барсика для барсика полезно да как они сыграть вообще не интересует ну так друзья вот такие вот новости принципе я там ссылка в закрепленном комментарии нетом новая опция записать видео там с поздравлением тоже там несколько человек обратились довольны записали все там так что обращайтесь запишем веселые креативные видео поздравления там по любому поводу любой каприз за ваши деньги но и по-прежнему ссылка когда задать вопрос вне донатов вне стрима тоже на закрепленном комментарии ссылку оставлю вот как то так дорогие друзья четверг будет очередной стрим и так буду стараться воскресенье тоже делать неплановые стримы ну что неделя так сказать началась интересная будем смотреть наблюдать вот как там дальше будет все как то так остаюсь с вами несмотря на все позитивный вася инвалид из далекого берлина старый пердуда подпевала всех люблю обнимаю до новых встреч в эфире